Здравствуйте дорогие друзья! В нашей недельной главе Китовой есть такая строка И радуйся всему благу тому, который дал Господь Бог тебе В Торе в разных местах упомянуто заповедь, пребывать в радости В любом случае возникает вопрос, а как можно приказать человеку радоваться? Радость это чувство, которое отражает внутреннее состояние человека, внутреннее его настроение Объяснение этому заключено во второй части фразы этого предложения Который дал Господь Бог тебе, радуйся тому, который дал тебе Здесь подчеркивается тот факт, что следует радоваться именно всему тому, что ты получил Все, что у тебя есть, это от Бога Все зависит от угла, под которым ты смотришь на вещи Если ты понимаешь, что все, что у тебя есть, это Божий дар Через это ты чувствуешь радость, любовь к Богу И тогда у человека великолепное настроение Когда человек пребывает в радость, ему открываются все дороги и ранее закрытые двери, говорит Каббала Дурное побуждение человека, оно приводит к тому, что человек обращает внимание в основном на то, чего ему не хватает И забывает о том, что по Божьей милости у него есть Так написали наши мудрецы Еще мудрецы говорили, что за каждый вздох и за каждое дыхание, за взгляд мы должны благодарить Бога Молитвами мы произносим утреннее Благодарим тебя за чудеса, которые каждый день происходят с нами Все, что происходит даже в организме человека является чудесным явлением Все, что происходит в природе, в космосе и так далее Каждый человек должен чувствовать, что весь мир создан именно для него Человек он уникален, у каждого есть свое предназначение Каждый человек является венцом творения И вообще человек это уникальнейшее произведение Бога И Бен Азайк говорил Не презирай никакого человека, не считай что-то невозможным Ибо нет человека, у которого не было его часа И нет вещи, у которой не было бы ее места То есть у каждого человека, даже не так Существует легенда, согласно которой каждому из нас раз в жизни приходит шанс Всегда, любому, иногда больше Но минимум, это к нам приходит Бог Причем он может явиться в любом обличии Промокшего котенка, старика, нищенки Наша судьба сложится в зависимости от того Как мы поведем себя в минуту этой встречи Короткую мазь, ужил был человек Было у него три мечты Иметь хорошую работу с высоким окладом Жениться на красивой и доброй девушке И стать известным всему миру Однажды зимним утром Молодой человек спешил на собеседование в известнейшую компанию До встречи оставалось пять минут Ему еще нужно было пробежать квартал Вдруг прямо перед ним подскользнулся пожилой человек Наш герой послелил на мужчину На часы и не подав руки побежал дальше К счастью, он успел на собеседование К несчастью, его на работу не взяли Следующим летним теплым вечером Чек прогулялся по городу И заметил группу уличных артистов Он остановился, чтобы посмотреть Зрителей было немного, пьеса была хорошая После окончания представления Послышались аппетитменты, люди начали расходиться И в это время к нашему Чеку подошла женщина Это была главная героиня Клоунесса Она стала расспрашивать его Понравился ли спектакль Но Чек не захотел вести беседу Отвернулся и пошел Будет он разговаривать с каждым Следующим осенним дождливым вечером Человек спешил домой Со дня рождения друга День был тяжелый Он мечтал о ванной И так далее Вдруг он услышал чьи-то рыдания На скамейке сидела женщина и плакала Шел дождь, она была без зонта Только в капюшончике Заметил нашего героя, который проходил милью Она сказала, помогите мне, пожалуйста У меня что-то там, она сказала, в семье И мне надо с кем-то пять минут поговорить по душам Человек задумался Возникла в голове его ванна, постель Он сказал, что очень занят и убежал Человек прожил несчастливую жизнь И умер Попав на небеса, он встретил своего ангела-хранителя И сказал, ты знаешь, у меня было три мечты Ни одна не сбылась Так жалко, наверное, ты плохо работал Ангел говорит, друг мой, я сделал все Но ты сам прошел мимо них О чем ты, говорит он Помнишь человека, упавшего на скользкой зимней дороге? Этот человек был генеральным директором фирмы В которую ты хотел попасть Тебя ждала головокружительная карьера И все, что от тебя требовалось, это подать руку Помнишь клоунессу, которая после уличного представления подошла к тебе? Это была юная красавица, актриса Которая влюбилась в тебя с первого взгляда Вас ждала счастливое будущее, дети, любовь Все, что от тебя требовалось, открыть глаза Помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда? Это была известная писательница Она переживалась какой-то кризис, ей нужна была душевная поддержка Если бы ты помог, она бы написала книгу, в которой рассказала об этом случае Эта книга прославилась бы на весь мир И ты вместе с ней, так как на главной странице автор собирался указать того Кто стал музой этого произведения Все, что от тебя требовалось, это небольшая искра твоего сердца Но система работает так Каждому открываются и закрываются возможности Человека каждый день судят на небесном суде за все За мысли, за слова, за поступки Это означает, что суду подлежит каждое отдельное действие, совершенное нам каждый день Когда же обнаруживается, что человек совершил какой-то грех или несправедливость Ему, боже упаси, так сказать, не про нас сказано Посылаются страдания, чтобы показать, что он должен раскаяться и исправиться Итак, до вынесения великого приговора нам остается буквально 12 дней Надо подтянуть слабые участки В эти дни надо беречь время, не заниматься пустым и не обманывать себя Еще маленькую мальницу про обманы Молодой человек пригоршными стоит и разбрасывает хлеб вокруг своего дома Подошли, спрашивали, что ты делаешь? Он разбрасывает средства, хлеб отгоняет тигров Ему говорят, так, во-первых, хлеб непонятно как отгонять Но вокруг нет никаких тигров Он говорит, эффективно, видите, работает Вот так вот мы не должны себя обманывать Мы должны видеть, что в жизни шанс есть Надо только не проходить, хотя бы в эти дни открыть глаза Увидеть другой мир Увидеть, что у нас есть возможности, но иногда мы не дотягиваем Давайте быстро все исправлять Время еще есть Браха вецлаха Продолжение следует...